Добрый день! Сегодня отбылась 15-я сессия Гомельского областного совета депутатов 27-го скликания. На разглежение были вынесены выконание инвестиционной программы региона за 2015 год и задачи по протягнению инвестиций на 2016. До того обмерковывалось максимум изменений между городом Гомеля и Гомельского района. Под обязанностью в материале Дмитрия Котова. Инвестиционная программа на 2015 год полностью выполнена. Первопочаткованная ее реализация была накирована около 590 миллиардов рублей. Однако на протягу года выделялись додатковые сродки. У вынеку агульная сумма склала 695 миллиардов, прирост коля 9%. Большая частка призначалась на будовництво объектов для сельской господарки и уголения ЖКГ. У вогулю за 2015-й было уведено 98 объектов. 38, работы по яких не завершена, включены в новую инвестиционную программу. На ЕЕЗ областного бюджету плануется накеровать коля 840 миллиардов. При этом, как было подкреслено, у теперешних экономичных умовах, каждый рубль должен быть выкористан рационально. В первую очередь, с учетом дефицита бюджетных ресурсов, в этом году уже более детально подошли к этой теме. И, соответственно, вложение средств только туда, где они требуют кардинального вмешательства. Опять же, здравоохранение, образование, объекты культуры, физкультура и спорт. Основные такие направления – сельское хозяйство. Также в этом году в ЕЕЗ программы будет включено жилищное строительство, инженерно-транспортная инфраструктура. На парадку дня 15-й сессии областного совета так само изменение межил города Гомеля и Гомельского района, а миновито – в изношение статуса рабочего поселка Костюковка. Плануется, что уже празд два месяца, коли завершатся усе юридичные процедуры, и он станет новым микрорайоном областного центра. После затверждения документа депутатами, его накируют у Министерства юстиции, а после – у Национального кадастрового агентства, где будут зафиксованы новые межи города Гомеля. Решения о подчинении Костюковке городу Гомель были приняты еще в 1965 году. И все это время существовало по факту это подчинение городу Гомелю, юридически Гомельскому району. И для того, чтобы устранить эти противоречия, принимается решение областного совета, для того, чтобы в дальнейшем и фактически, и юридически было полное сочетание. Что касается статуса фактического населения Костюковки, то оно не меняется. Они как были жители Гомеля, так и остаются. Дмитрий Котов, Валерия Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». В нашем регионе, в сравнении с минулым годом, колькость забойствов ускоротилась амаль на четверть, на умысных причинений у тяжких телесных подшкоджений на 20%. Такая информация была огучена сегодня по час коллегии прокуратуры Гомельской области, присвященной выникам работы в 2015 году. Подробности в материале Явгена Пабаловца. Прокурорами Гомельской области у минулым годе у суды агульной юрисдикции представлено больше за полторы тысячи исковых заявов на агульную сумму 24 миллиарды белорусских рублев. У экономичной суд не керовано свыше 600 исков на сумму крыху меньше за 400 миллиардов рублев. Разгляджено больше за 5000 скаргов из воротов громадян. По выньках этой работы унесено 7 тысяч актов по одновлению законности и справедливости. Свой становший выник дае и суместная работа прокуратуры и других органов правопарадки. У Гомельской области у пораунаний с прошлым годом колькость забойствов скоротилась амальна шверць. На 20% колькость наумысных причинений у тяжких телесных пошкодженев. Социологичное питание подтверждает, криминогенно становище у регионе полепшилось. Органами прокуратуры проведено тысяча проверок у разных или нах экономики. Притягнуто до отказности больше к 5000 человек. По вынеках проверок узбуджено 66 криминальных справ, полов из яких справы об коррупционных злочинствах. У структуры прокурорских проверок наибольже колькость займает проверки субъекту профилактики правопарушеньев и контролюющих органов. Проверки выконания законодавства об неполнолетних и молоде, а так само антикоррупционного законодавства. У нас выявлено в прошлом году три с половиной сотни преступлений коррупционных направленностей. Они разные по своей общественной опасности, по тяжести наступивших последствий. Наверное, вот эти результаты, они говорят о том, что работа по противодействию коррупции достаточно активно ведется. И, на мой взгляд, те опросы общественного мнения, которые мы имеем, они указывают на то, что, в общем-то, люди адекватно оценивают сложившуюся ситуацию. У 2016-м годе основная увага прокуратуры будет надаваться профилактичной работе сирот-молодзи. Правопарушеньев больше не стало, а ля резко взросла колькость потерпелых, а дейню в неполнолетних. Так само подпильной увагой будет профилактичная работа усея системы правопарадку у относинок до пожилых людей. И она изявляется больше безоборонными в плане махчимых азамаху на их житё и майомость. Будет протягнута работа по оказанию допомоги субъектам господарания у погашене дебиторской запазышенности. Леуген Паблавец, Дмитрий Радзянко, телерадиоэкомпания «Гомель». До інших тем. У Гомельской областной универсальной библиотецы «Мя Ленина» презентовали новую книгу молодой гомельской поэтессы Марыны Башуровой. Падея собрала близких сяброу аутара и литераторау. Марына Башурова – член литературного объединения «Пролеска», дипломант республиканских и международных конкурсов. Ей верши можно прочитать на сторонках региональных и республиканских газет и часописов. А кроме того, Марына Башурова з'является аутаром новуковых артыкулов, опубликованных у сборниках новуковых конференций. У литературной биографии поэтессы два сборники. Перший з'ех под назвой «Укроплях акварели» по башу свет 4 годы тому. Книга «Нямой кино» стала другой. Под вокладкой аутар собрала полсотни верши у написанных уперед с 2004 по 2011 год. Тематика, наверное, основная – это любовь к родине, любовь в целом, солнце и позитив. Но это одна из таких ярких мотиваций. Хочется сказать, наверное, что поэт у нас востребован, кто бы сейчас что ни говорил. То есть люди интересуются, культура сейчас, мне кажется, на таком уровне, когда молодые люди интересуются поэзией также, и также литературой в целом. Сейчас Марина Башурова працует над третьим проектом. Книга «Аксиома поэта» выйдет уже селета, и она будет представлена в паперовом и электронном вариантах. Иллюстрациями новой книги Марины Башуровой послужит с работы ее сестры львовской Масташки Алены Часловой. День студента у Гомеля означали катанием на коньках с мыльными бурбалками. У делу акции «Айс Бабл» с громадской организацией БРСМ проняли представники университета у Гомеля. Светками падеи стали наши корреспонденты. Студентские билеты – бутылечка с мыльными бурбалками у якости пропуску на массовое катание. Отзначить свято в Лядовый палац пришли студенты четырех в Гомеля. Инициаторами незвычайной акции выступили активисты БРСМ. Это сплочение молодежи Гомельщины, это их объединение, это общение между ними. Ну и, естественно, хорошее времяпрепровождение, естественно, агитация здорового образа жизни, ведь катание на коньках, так или иначе, это спорт. Незадолго до этого в официальных группах БРСМ у социальных сетках были размещены опытания. Молодым людям пропоновалось проголосовать за любой вариант святкования Дня студента. А кроме катания на коньках, на выбор были массовый поход в кинотеатр, фотоконкурсы в режиме онлайн и многое иншее. И все ж большинство отдало свои голосы за свято на лёдзе. Капстать его удельникам, треба было подать заявку секретару первичной организации своего университета и прохопить с собой добрый настрой. А в усюмении стоять на коньках совсем не обовязково. Я узнал из социальных сетей, раньше не катался на коньках, поэтому решил попробовать, тем более такая акция День студента. Взял мыльные пузыри, собрал друзей и пошел на лёд. Яркой крупкой свято стал флешмоб. Юные фигуристы выстроилися на людях в форме вялизного сердца и заховали этот момент на фото. До речи, вмешательность арены лядового палаца – 150 человек. И в этот вечер она была целиком заполненная. Так и поспех акции примусил организатору задуматься над тем, как подобным чином День студента святковать каждый год. Ганна Ковалева, Дмитрий Радянко, телерадиокампания «Гомель». У Гомеля в заречной зоне Раки Сош у один день отбылись одразу два чемпионата по лыжных гонках. Гомельская областная структура физкультурно-спортивного товариства «Динамо» и управление внутренних справ облаконкам. Лыжные гонки стали первым видом в программе областной спартакиады сярод правоохонных органов. У Вогули на протягу 2016 года заплановано проведение споборницов по шести видах спорта. Лыжники переодолевали дистанцию у 2,5 и 5 километров. Подарунки отрымали усе призеры и переможцы. Галлоны у Знагороду кубок за первое место у огульнокомандным залику урушили спортсменам областного управления департамента Аховы. На другим место лыжники с войсковой шасти 12-42. Замкнула тройку призеров команда областного управления МНС. На чемпионате управления внутренних справ споборничали на дистанциях у 5 и 10 километров. Моцнейшими стали супрационники Жлобинского райотдела внутренних справ. На другим место полк патрульно-постовой службы милиции. Третьими стали супрационники Рогачевского райотдела внутренних справ. Погода выдалась зимняя, хорошая для проведения этого вида соревнований. Несмотря на небольшой минус, все получили удовольствие, заряд бодрости, энергии. Ну, я думаю, соревнования прошли нормально. По итогам соревнований будут сформированы сборные команды своих ведомств, которые примут участие уже в республиканских своих чемпионатах. Новые регионы. Информацию о проектах телерады компании Гомель вы можете узнать на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomel.by. На этом выпуске завершено. Студия працвала Маргарита Шибукова. Усяго доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин